Всем привет! Начинаю потихоньку монтировать, выкладывать видосы с поездки или похода с Дробышевским. Там много всего происходило, но из этого много всего, процентов 90, это были те же самые опять животные, зебры, антилопы, жирафы. Я не стал их по 40 минут снимать, мы там их иногда смотрели целыми днями, по многу дней подряд. Это один из минусов этой поездки. Слишком много было национальных парков. Ну то есть сегодня зебры, завтра зебры, послезавтра зебры, и в четверг зебры, и в пятницу зебры. Но было и много интересного, в том числе и, собственно, общение со Станиславом Дробышевским и его лекции. Поэтому я больше сделал порно-лекции. Я днем снимал по чуть-чуть что-то интересного, что было, да, ну там буквально по 2-3 минуты по чуть-чуть. Вот, а лекцию снимал полностью всю. Внимание, лекции читались в походных условиях. Часто это была кафельная плитка где-то там в столовке, на стену в душевой направляли. У него был маленький проектор. Вот, в полной темноте в кромешной Дробышевского самого не видно, потому что мы его тоже не видели. Это было темно, но изображение не четкое. Вот то, что проектор дает, да, и мы его тоже видели не четко. Ну вот, собственно, то он и поход. Вот. Некоторые серии будут, то есть вступления больше не будет. Некоторые серии будут у нас без дневных событий. Почему? Потому что раза два, когда у меня уже в глазах мятешил от зебр, и мы завтра ехали смотреть опять зебры, и я понимал, что мне это уже неинтересно, я оставался в лагере поработать. Ну, в смысле, поделать свою работу, потому что она у меня есть всегда, ее много. Но лекции я все снимал все равно, поэтому будет какой-то день у нас дневных съемок не будет, а лекции все равно будет. Это вот как раз один из тех дней. Так что, ну, в принципе, все. Смотрим. Свой подобный тур я организую в феврале, мы с Кремом Жуковым его организуем. Собственно, даты уже известные, но об этом я сделаю отдельно видосик. И сделаем еще прямой эфир, где буду отвечать на вопросы всякие про тур. Там, типа, какие там розетки, а какой там интернет, ну, всякое такое. Вот, приятного просмотра. Всем доброе утро. День первый. Бонзюра. Привет. Пакуемся в машинке и отправляемся в нашу ботаническую экспедицию. Ну, в смысле, что у нас тут собралась толпа ботаников. В каком из них есть розетка? Мне, пожалуйста, в тот. Вот мы приехали в национальный парк Маниара. Это озеро такое тут у нас. И пытаемся рассматривать обезьянок. А мне повезло, я сижу вместе со Станиславом. И пока мы сюда ехали, я получил пять высших образований. Ну, три, ладно. В основном, это мы услышали. О, вот, вот, прям одна позирует нам. Вот она. Красивый африканский пейзажик. Да, я вот для презентации что-то такое ищу. Блин, чтобы не было каких-то проводов. Какой херни. Чик найдешь вообще. То есть машина с подъемным верхом. Там шарятся оливковые павианы. Но их плохо видно. Они вот сейчас там будут перебегать вам через дорогу. А, вот сейчас их хорошо видно. Очень опасное животное. У них клыки побольше, чем у большинства собак. О, вон, это главный. Вон, вожак вышел. Крыгнул. Он не будет, а вот посрать ему все равно. Вот, блин, да, стоять. Стоять, стоять! Я всегда ездил дорогу. Вон, что-то рвет с светок, да. Так, вот, стоп. Отлично. Дверьте. Здравствуйте. Кто вас запугивает. Умейте что-нибудь на их нему? Нет? Мамбл? Да. Ульяна, это у него человекообразный. Ах. Эй! Ульяна пьет воду. Небольшой подошел. Они, кстати, вот, они пьют, они влакают. Это фишка, между прочим. Ну, вот, главный. Ну, еще пьян. Можно потом верить в поезик, ну, еще пьян. Четвертый, пятый. Четвертый он. Пятый. Прямо видно, да, розовая вода? Да. Фламинго пока не видать. Можно сказать, что это все фламинги. Они покрыли озеро сплошной коркой в 3 метра толщиной. Сегодня мы ночуем здесь, в этом парке, где-то в палаточках будем спать. Это черепа буйволов-дерметники. Я видел, они прям зашли на горку днем, эти буйволы, стали кругом и так вдремали стоя. Ну, вот, некоторые дремали, дремали и додремались. Дермиты унесли в термитник. Там можно заглянуть. Я иногда расковыриваю и смотрю, как они выглядят. Но здесь, наверное, за это будут ругать, я думаю. Есть там кто-нибудь. В принципе, тут у них тепло идет, но сейчас такая температура, что нихрена не разговаривает. В смысле, оттуда тепло идет? То есть там коляче, чем на улице? Если руку сунуть, там конкретно теплее. Сейчас я, честно, не очень чувствую. Ну, вот, если прям в трубу руку сунуть, там стенки горячие. А это же вентиляция, на самом деле, все. А, типа теплоотвод. Да, да. Ну, так не чувствуется. Тут не чувствуется, да. А может, он и не живой, термитник-то, как вариант. Мертвый термитник. А-ха-ха. Дайте мне посмотреть. Не, вот где-то маленький. Вот эти вот два похожи реально на Ачепы. Нет, там если походить посмотреть, там может быть... Кремень, который похож на Ачепы, но сказали, что это не Ачепы. Если там смотреть еще эти кремнии, там можно много чего насмотреть. Нет, здесь похоже на Нуклёс тогда. Он прям острый, им можно резать. Я бы тоже эту штуку подобрал. Ну, типа, если притягивать за уши. Не, похоже на Нуклёс, конечно, не знаю. Но любой битый кремень похож на Нуклёс. Это как бы... И как вы отличаете их? По каким-то характерным признакам? Ну как, у Ачепы у него... Ну, здесь все признаки Ачепы, в принципе, есть. Вот ударный бугорок. Как бы место, типа, куда ударяли, да, и такие волны идут. Ну, здесь даже лучше видно. Вот тоже ударный бугорок. И вот волны. Но здесь волны не выраженные. Хотя площадка есть. Вот. Ну, хрен знает. Но просто как, Ачеп никто не будет делать, чтобы тут была корка. Это бред, как бы. И никто не будет делать Ачеп вот с такого кремня, с такими вот хернями, с такими краями вообще. Ну, так что это стопудовый мусор. Ну, похоже на Ачеп. Ачеп, ну, эти... Поверим на слова. Тракторит это. Короче, это... Вот вам местные красоты. Мы видели много-много обезьянок разных всяких. Штук пять антилоп. И в кустах видели кусочек уха слона. И кусочек бивня. Вот. А озеро у нас пока без фламинго. А мне нормально видно. И вообще птица что-то не особо как-то мы тут наблюдаем. Пока что. Сейчас, может, где-нибудь найдем. Лесные слоны. Относительно небольшого роста. Мы увидели, что слоны едят вот эти ягоды. Прям много. Вон, слон идет к нам. Вон он прям их срывает и ест пучками. И вот Станислав оторвал веточку. Сейчас он будет пробовать, а мы будем смотреть, что с ним будет. Все меня уже запобили. Вот, слон пошел. У нас с нами есть ботаник настоящий. Ну, в смысле, не... А он в этой машине? Нет, не надо кудру. Не, он Алексей, да. Алексей, что это? Так, стоп, 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 стоп. Вот прямо сейчас мы сразу узнаем. Не, не надо давать, он сам все съест. А что это? Послен какой-то, кажется. Послен? Да. Пробовать нельзя? Я бы не стал. Слоны жрут. Ну, вы бы не стали, а вот Станислав может станет пробовать. Станислав, тут не надо. Я не буду. Я не буду. Руки облизать я не буду. Сказали послену. Слоны прямо уплетаются обе щеки. А они просто облизали. Мы минут 15 назад попробовали ягоды. Станислав, вам как вообще? Он нормально. Да. Пока мы еще живые. Но они такие сладковатые и немножко вяжущие на вкус. Как теория. Но слонам нормально заходит. А я подумал, что, наверное, мы же родственники со слонами и не должны умереть. Ну, к вечеру, если выживем, все нормально. Выйдем на свет. Не едьте никто. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Так, это старший. Ну, давайте. Идите. Смотри. Вон там маленького-то видно. Они еще, когда переходят дорогу, они обычно маленьких закрывают. Вон они его между ног прямо. Нет, они идут, идут. Идут, идут. Не едьте. Ну, куда? Да ладно, пусть уезжают. Пусть уезжают. Они сейчас на дороге встанут. Чтобы смотреть, а в итоге слони не пойдут. Так. Это папа. Нет, это мама. Мама? О, вот он. Кадр. Выследили мы все-таки его. Смотри, смотри, боится ямку. Слез, слез. Такой деловой. Сейчас завозить будет. Ох, тут у него получше пошло. Два самца, что ли? У них замок тоже есть. Какие-то разные. Не, из них явно кто-то самка. Нет, он точно самка не имеет. Самец, как всегда, самок красивый. Ну, это всегда так. А самка уж как поведет. Ну да, у самки гребня нет. Вот это вот, от клювом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О, тут даже два вида обезьян вместе... И не ссорятся... Продолжение следует... Продолжение следует... А внизу-то лежит... Прямо перед нами... Да-да-да... Охи, что ли... У него оконная мотата полная... Она дремит, да... Закончился у нас первый день... Ну, программа первого дня закончилась... День-то еще не закончился совсем... Все здорово... Компания отличная... У нас 15-16 человек... Из них... Две трети это программисты... И одна треть это научные сотрудники... Ботаники, биологи, антропологи... Минерологи... Как я сюда попал, вообще непонятно... Вот... Но попал... Тем не менее... Интересно общаться с образованными людьми... Конечно же... Кстати, есть надежда, что завтра будет хорошая погода... Я имею ввиду пасмурная... Вот... Это... Кэмп... Так называемый... То есть лагерь... Тут есть домики... Причем домики есть... За 50... 60... 70... 90 долларов... 120 долларов... И есть место, где можно поставить палатки... При этом есть общий душ... С теплой водой... Она тут всегда теплая, в принципе... Есть кухни... Вот это вот все... Вот это все полностью... Это все кухни... Где можно прям... С своих продуктов брать и готовить... Там у них есть газ... Всякие ножики... Тарелки... Миски... Кастрюли... Всякое такое... Ну вот, собственно, мы сейчас будем готовить... Но в то же время, смотрите... Вот... Вот то... Это ресторан, где есть меню... Там можно быстро приготовить... Вам могут быстро приготовить... Всякое под заказ... По меню... Разное... Это я к чему все показываю... Что... Африка... Это не всегда дорого... Путешествовать по Африке можно и не очень дорого... Но это если кто-то готов жить в палаточке... Вот... Тут уже наши... Водители готовят... И... Довольно странная... Ну, девушка не странная... Она симпатичная... Но... Она почему-то одета... В платье... Я бы сказал... Даже какое-то парадное... Вечернее выходное... Your dress so nice... Dress so nice... Вот... Готовят на газу... Сейчас мы отдыхаем... А потом мистер Дробышевский нам просчет лекцию... И мы будем ужинать... Тут дерево с большим количеством птиц на нем... Что такое вообще антропология? Есть, как обычно, несколько пониманий слова антропология... Нормальная, настоящая, кондовая антропология... Кошерная... Это биология человека в норме... То есть это изменчивость человека во времени и пространстве... Понятно, что все это начинается с древних греков... Кстати, он дико искажает по вертикали... Хрен знает... Ну, это, видимо, потому что проекция... Ну, ладно... Вот... Но... Ежели начинать с каких-то разумных пределов... То это идет с 18-19 века... И с самого начала было две традиции... Англо-французская и германа-российская... Соответственно, англо-американская... Это когда под слово антропология пихается все подряд... И тогда есть социальная антропология... Какая-нибудь философская, православная... Хрен знает какая... Ну, вот это все не антропология... А есть германо-российская... Когда антропология это то, что я сказал... Биология человека в норме... А все вот эти другие... Это там педагогика, психология, этнография, археология, социология... И там всякое разное другое... Там религиоведение какое-нибудь... Ну, вот... Поэтому, если кто-то вам будет представляться, что он антрополог... Спросите, допустим, меня... Антрополог ли он? Антропологов мало... Их всех поштучно известно... И у нас, и за рубежом... Ну, вот... Скорее всего... Тот, ну, чисто по математическому как бы этому распределению... Тот, кто будет себя называть антропологом, он будет каким-нибудь этнографом или социологом. Но он будет искренне считать, что он антрополог. Потому что с 90-х годов, когда у нас все стали ездить на Забугор... И в Америку преимущественно... То вот эта американская модель у нас тоже была перенята. Вот... И поскольку гранты получаете за рубежом, опять же, в Америке... То все стали называть антропологами. Не зная вообще о существовании, собственно, антропологии. Есть три больших раздела. Антропогенез – это про то, как люди менялись во времени. Рассоведение – как они изменчивы сейчас в пространстве. И возрастная конституциональная – это насколько люди изменчивы индивидуально. Антропология базируется на методах. Методы выкладываются в биометрию. А биометрия – это наука об изменчивости живого вещества. А, собственно, про человека – это антропометрия. Человека можно измерять. Это будет метрия всякая. Там сомата, цифала, остео, кранио. А можно описывать. Не все, что можно измерить, нужно измерить. Некоторые вещи проще описать. Ну, например, там, изгиб спины с утулой. Как бы это уже все хорошо. В принципе, там можно измерить логарифмически. Но нам информации не добавится. Когда все это собирается, что приятно, делается специальными инструментами. Ну, тут они искаженные, но это не важно. И по единым методикам, которые еще в конце 19-го, в начале 20-го века были созданы. И они хороши. Их делали умные люди. Французы и немцы в основном. Ну, не только, но преимущественно. И эти методики, они универсальны для всех антропологов планеты. Что приятно. То есть, когда я, например, читаю статью, написанную на португальском, бразильском, я ничего не понимаю, что там написано. А что измеряли, я понимаю. И мне, в общем-то, похрен, ну, что они там написали. Потому что я вижу, что Мартин 1-й, это длина черепа. Мартин 8-й, ширина черепа. И данными я пользоваться могу. Если я напишу вдруг неожиданно статью, то этот португальский чувак какой-нибудь, да, он может прочитать мою статью, не зная русского абсолютно. Это удобно. Когда собирается куча данных, обрабатывается статистика одномерной, многомерной. Самым прошаренным антропологам хватает вот этих вот зеленых полосочек, да, и циферок, как в матрице, которая там, в матрице данных. Но это надо быть крутым. А попроще строят графики. Это вот из моей кандидатской. Но всегда стоит помнить, что антропология и статистика — это практически синонимы. И все, что я вам буду говорить там и сегодня, и во все последующие времена — это верхушка, это как бы мегаупрощение. А на самом деле это просто математика. И поэтому я вот лично завидую антропологам XIX века, которые могли сочинять, которые там придумывали, вот там гигантоидная гипотеза, пигмиоидная гипотеза, орангоидная, шимпанзоидная, горилоидная, какая угодная. А теперь у нас все скучно. Мы посчитали, и мы точно знаем, как оно на самом деле есть. И придумывать ничего не получается. Ну, то есть как бы бесполезно. Есть несколько разделов антропологии, которые стоят немножечко особняком как бы сами по себе. В частности, антология, про зубы, которые есть и про древних, и про расы, и про индивидуальную всюку изменчивость. Дерматоглифика про пальчики. Биохимия и генетика очевидны. Но они такие сами по себе специфические. И у них немножко свои методики, свои какие-то выводы, которые не всегда контечат с данными по другим разделам антропологии. Что прекрасно. Особенно здорово, когда оно все-таки совпадает. Но это такие особые касты, можно сказать, скажем, адонтологов или дерматоглификов, дерматоглифистов, которые что-то такое свое делают и колдуют по-своему. И там статистика еще даже важнее и сложнее. Но если брать все-таки стандарт, есть вот три больших раздела. Антропогенез. Это про происхождение во времени. Антропогенез делится на кучу разделов, некоторые из которых я так или иначе буду озвучивать в следующих лекциях, которые у нас тут будут. В частности, есть приматология. Сегодня вы уже немножечко в ней поучаствовали. Ну, потому что вы видели обезьянок. Сегодня видели, если кто не понял, голубых мартышек, зеленых мартышек. Их, правда, немного было. И оливковых павианов, которые там тоже самые здоровые, красивые были. Но приматов много. Это здорово. По количеству видов отряд приматов находится на третьем месте среди всех млекопитающих. На первом месте грузуны, на втором летучие мыши, а на третьем приматы. И для жителей северов это не очевидно, а для жителей Африки это достаточно очевидно. Приматов до хрена всяких разных по всей планете. Ну, потому что все биоразнообразие, оно где-то на экваторе, и приматы тоже на экваторе, а мы просто какой-то статистический выплес где-то на севере вылупились и как-то вообще не в кассу. Но, что здорово, среди современных даже приматов есть много разных уровней организации, то есть во многих из них сохранились черты очень далеких как бы вариантов, там, начиная с какого-нибудь палеоцена буквально. Там какие-нибудь тупаи, шерстокрылые, которые вообще не очень приматы, всякие там лемурообразные, долгопятые, широконосые, мартышкообразные, человекообразные. И все по-своему прикольные. И изучение вот этих сходств и различий современных приматов показывает, чем мы, собственно, являемся людьми. Потому что многим людям кажется, что очевидно, чем человек отличается, а нифига не очевидно. И по большинству параметров мы довольно банальные приматы на самом деле. У нас специфики, то, что у нас шерсть довольно редуцированная, у нас челюсти маленькие и стопа с тазом очень нестандартные. А все остальное у нас очень банальное на самом деле. Есть много других приматов, гораздо более специализированных и намного более прикольных. те же там шерстокрылые, но они, правда, не очень приматы. Какие-то там те же долгопятые и там много кто еще. Но про примат все у нас будет речь потом немножечко. И тем более все это очевидно, если смотреть на ископаемых приматов. Потому что ископаемых дофига. Вот эта вот непонятная фигня слева это схема эволюции приматов, где по горизонтали 66 миллионов лет, а по вертикали просто разные группы с точностью доп. подсемейства. То есть каждая такая полосочка она еще разбивается на кучу родов, а куча родов еще на кучу видов. И это разнообразие дофига огромное. Естественно, про всех них я ничего не расскажу, тем более про половину сам не знаю. Большая часть известна по изолированным зубам на самом деле. Но многие известны по нормальным находкам. Частично я про это буду говорить видимо завтра, если по плану я правильно помню. И опять же, когда мы смотрим на ископаемых приматов, становится понятно, чем человек является человеком, почему мы стали умными, а кто-то не стал умным, почему кому-то не повезло, и что делать, чтобы нам повезло. И дальше как бы тоже было хорошо. Потому что мы знаем, что какие-то там формы вымирали в определенные моменты по таким-то причинам. Нам так не надо. Если мы это каким-то образом на видовом уровне учтем, то может быть мы не вымрем. Вот буквально тут сейчас у ворот рассуждали, там вымрем мы или не вымрем. У нас есть образцы. Вот здесь все вымерли, которые здесь изображены. Ну кроме, собственно, накалипитека какого-нибудь, который стал в итоге нами. И вот в уголочке самая справа наверху. Но это такая реконструкция, там челюсть с тремя зубами, на самом деле, известная реконструкция от балды, но это неважно. Картинка красивая, главное. И вот это изобилие ископаемых приматов, это просто прекрасно. То есть опять же, становится понятно, чем мы, это мы. А в большем плане это становится известно, когда мы смотрим на поведение современных приматов и человека. И что чудесное, если мы изучаем обезьян теми же методами, как мы изучаем людей, то мы не видим особой разницы между обезьянами и людьми. Если мы изучаем людей теми же методами, как мы изучаем обезьян, то мы опять не видим нифига никакой разницы. Например, если научить обезьян разговаривать, ну вот по центру, тут, конечно, ужасные картинки получаются, но вот это вот, который, вот этот вот, это Банобо Канзи, а вот это вот Горилла Коко, и Канзи знал 4 языка. Ну тут все полиготы, кроме меня, да, вот, ну я один там более-менее знаю русский, и всё. Но я вот не уверен, что здесь многие знают всё-таки в совершенстве 4 языка. А Банобо Канзи знает 4 языка, ну знал, он там год назад помер. Ну вот, и это как бы шимпанзе, то есть он общался на, как бы, Банобьем на речи, да, он знал разговорный английский, ну ответить не мог, но всё понимал, и запас словарного у него явно был больше, чем у меня в английском. Он знал язык компьютерный, еркиш, это вот наверху вот эти значки, это иероглифы, по сути дела, и он ещё, к тому же, знал амыслен, это вот жестовый язык. Причём это всё разные техники, как бы, языка, да, одно дело жесты, другое значки, третье голосом, ну вот, и он и то, и другое, и третье знал, и четвёртое. Ну вот, Горилла Коко тоже хороша, ну она только амыслен, вот этот жестовый язык, вот, но по ней есть масса данных, что она там умела и ругаться, и шутить, и слова образовывать, и там что только угодно делать. Ну, кстати, этот Канзи, он себя классифицировал, когда вот этот язык говорил, что мы люди, и они обезьяны, то есть он себя классифицировал как человека. Ну вот, а интеллект по IQ Горилла Коко оказался в пределах человека разумного, как бы нормального, психически развитого, не как бы там какого-то деградированного, интеллектуально отсталого. Ну вот, то есть она как бы вот интеллектуально развитый человек. И, ну, понятно, что на уровне там трёхлетнего ребёнка примерно, ну который, тем не менее, уже говорит. И это чудесно. И обезьяны могут использовать орудие труда, и там сложно общаться, и всякие там делать предположения, что будет, если там ДКБ, всякие музыкопричения, там и так далее, и так далее. С другой стороны, если мы изучаем современных людей, то показывается, что они от обезьян ничем, в общем-то, не отличаются. В этом плане наиболее показательные труды товарища Бутовской. Марина Львовна, которая всю жизнь изучала павианов, гамадрилов в Сухуми. А это такая методика, где здоровый лист бумаги, расчерченный на квадратике, и там индивиды, и события, ну, по времени, да, что он-то делает, там, бросил предмет, поднял предмет, там, что-нибудь съел, похлопал по плечу, оскалился, там, заругался, там, ещё что-нибудь такое. И вот она начала этим павианов. А потом по этой же методике стала изучать детей, почему там дети нарисованы в деревне, но это не те дети, но неважно. И когда она посчитала цифирь, кто чуть сколько делал, то оказалось, что павианы и дети не отличаются вообще. То есть дети искренне считают, что они люди, и что-то говорят, и вроде сигнализируют, но по количеству телодвижений, там, агрессивных, аффилиативных, там, и прочих, ровно то же самое, что павианы. Она вдохновилась и стала изучать бомжей в подземном переходе, в московском. И получилось то же самое. Потом она включила телевизор и стала изучать поведение заседаний Госдумы в 90-е годы. И получилось то же самое. Там учёного совета биофака МГУ и то же самое. Почему там учёные, ну, там это даже не биофака, а прям вообще в ГЗ-зал, если мне гугл не соврал. Но, короче говоря, по методике обезьяний получается, что мы, ну да, тоже обезьяны. Что, в общем, как бы и не странно, но для многих удивительно. И при этом мы всё-таки из всех этих сравнений выявляем, почему мы, собственно, ну, чем мы особенные. Мы особенные по очень небольшому параметру вещей. То есть то, что мы используем огонь, и мы зависим от огня, в принципе, как бы жить без него не можем. И то, что мы жутко занудные. То есть вы способны, да, целый день там ездить смотреть на обезьян, а потом ещё слушать про обезьян там полтора часа, а потом ещё и, может быть, про вулканы, да, и вам всё ещё не надеет, и вы ещё друг друга не поубивали, вот, и не разбежались, и там на пальмах не болтаетесь. Обезьяны так не смогут. Они, у них терпения хватает, ну, там на 2 минуты, максимум там на 3-5, а дальше кончается. Ну, самые одарённые, типа там Канзи или там Коко, они могут ещё долго терпеть, да, но у обезьян в итоге нету целенаправленного обучения, у них нет указующего жеста, и они гораздо быстрее переключаются. Зато они гораздо более творческие, они всё делают на своём жизненном опыте. Ну, вот, они не склонны верить кому-то, потому что они не склонны учить и не склонны обучаться. Вот, и вот наша склонность учить, обучаться, чем мы сейчас занимаемся, и вот все эти там указывающие жесты, как приложение, это фишка человека. Ну, и в процессе эволюции они росли. Дальше, стало быть, эволюционная морфология. Это моё любимое, ну, и всем оно нравится, потому что там красивые черепушки, скелетики, реконструкции, следы ног, всё такое прочее. Понятно, что морфология, она не ограничивается черепушками, но черепушки, они клёвые, потому что, во-первых, они красивые, культ черепа никто не отменял, а во-вторых, они реально более информативные. Ну, и они лучше всего сохраняются. То есть самая частая находка – это челюсть с зубами. Ну, вот, и там много признаков, это приятно. Ну, вот, если бы у нас сохранялись одни копчики, ну, была бы у нас эволюция копчиков хорошо изучена, но у нас нету мало копчиков. Ну, вернее, есть, но мало. Если бы сохранялись селезёнки, у нас была бы эволюция селезёнок. Вот, у нас эволюция зубов. Ну, это не только приматов касается, там, любых древних животных, млекопитающих в особенности. Вот, поэтому черепа – это хорошо. Ну, а мы нацелены на распознавание признаков лица, и на распознавание признаков черепов, ну, как бы косвенно тоже нацелены. Ну, и после некоторого количества общения с черепами уже понятно, кто из них там как, они индивидуально отличаются прекрасно, да, и кто красивый, кто там уродливый. Для антрополога достаточно очевидно. Ну, в принципе, как показывает практика общения с студентами, за две недели уже там любой человек становится нормальным, как бы, корнеометром в плане успешным. Из всего этого массива данных вместе взятых рисуется классификация гоминитоископаемых людей, которую можно по-разному преобразовывать, на самом деле там представлять. Ну, здесь нифига, честно говоря, не разобрать, но суть, что это за последние где-то в целом 7 миллионов, ну, или там 20 миллионов, там, ну, и такой хвостик, как бы, недифференцированный. Ну, вот, но уже из этой схемки понятно, что всяких этих вариантов было дофига. Это прекрасно. Ну, вот только что прервался там вопрос, и я отвечал, что у нас генеральная линия эволюции нас более-менее известная, а боковых веток можно найти еще вообще довольно много. Вот, и они периодически находятся, ну, где-то раз в два года описывается новый вид. Вот, поэтому даже эта схемка еще, ну, уже не очень полная, тут еще можно дорисовать, там, парочку веточек. Ну, вот, ну, мне все время влом это рисовать, потому что так красиво рисовать я сам не умею, вот, я рисую попроще, ну, вот, а это уже умные люди перерисовывают. Такие довольно специфические области антропогенеза, например, палеопатология. Палеопатология изучает болезни древних людей, но в отличие от современной медицины с другой целью. Медицина изучает болезни с целью узнать, как это починить, чтобы оно не скрипело и не болело, и человеку было хорошо, чтобы он не сдох. А палеопатология изучает с целью изучить, насколько ему было хорошо на самом деле. И существует, так называемый, палеопатологический парадокс. Чем больнее и корявее скелет, который мы нашли, тем здоровее был человек. Ну, вот здесь одни из самых рекордсменов у меня собраны. Неандерталец Шенедара, Дманисяц более древний, Зарамита, там, этот карлик. То есть, это персонажи, у которых там куча патологий. Ну, Шенедарец, он вообще, конечно, вне конкуренции, когда у него там не было одного глаза, руки, ноги не гнулись, глухой был, со стертыми зубами, с травмой лба, с переломанными ребрами. Вот, и дожил дольше всех, как бы, среди неандертальцев, кроме одного, который тоже инвалид. Вот, и это значит, что он был дико живучий, потому что на костях преобразования быстро не происходят. Если у него на скелете отразилось столько патологий, значит, ему было, с одной стороны, как бы, очень хреново, а с другой стороны, он таки не помирал, значит, он был просто невероятно живучий, и здоровье у него было железное. Ну, вот, и значит, ему было хорошо, раз у него здоровье было железное. Ну, потому что все остальные умерли раньше, а когда мы находим абсолютно целый скелет, на котором ни одной патологии, это был дохляк, который от первой же фигни загнулся, и на костях это никак не отразилось. Ну, вот, и показательно, что при приближении к современности количество патологий растет со страшной силой. То есть, у астромопитеков патологических нету практически вообще, там парочка каких-то невнятных патологий, даже несерьезная, у хаббелисов тоже там не особо, а вот с эректусов начинается, там, в начале травмы, потом уже всякие, там, хронические болезни, а хронические – это вообще мега-показатель, потому что если есть хронические болезни, значит, они болели долго, значит, у них было уже более-менее налаженное общество, взаимообщение, поддержка, там, заботы, все дела. Вот, и, соответственно, эти болезни нам говорят не о том, как они болели, а о том, как они друг с другом общались на самом деле и как они хорошо жили. Ну, есть даже такая максимума, что, дескать, там, человек начинается с первой зажившей бедренной кости. Вот, ну, это такая пафосная, как бы, фигня, она полный бред, потому что переломанные бедренные кости у аллозавров есть, вот, и человек с них не начинается, вот, но, как бы, в качестве такой красивой байки, как бы, оно, в принципе, канает. Ну, вот, так что по болезням мы много интересного узнаём. Другой раздел, ну, в принципе, с палеопатологией сильно пересекающийся, палеодиатология, это о питании древних людей, о котором мы можем узнать, ну, немножечко из археологии, но, как правило, очень бедная, можем узнать по там всякому зубному камню, по каким-нибудь там фитолитам в зубах, по стёртости зубов, по ДНК из зубов, и там ещё куча таких способов есть. Вот, и иногда вырисовываются интересные вещи, когда выясняется, что, в общем, там, неандертальцы, кроманьонцы были невероятно там хищные и злобные, а при этом неандертальцы, например, умели варить кашу, ну, вот, а кто-то там жрал какие-нибудь клубни там с землёй, а из-за этого он там болел, а из-за этого у него был кариес и там всякие другие нарушения, и в итоге он помер. Ну, вот, но палеопатология – это такая отдельная, замечательная дисциплина, которую массу всяких сведений выдаёт. Палеогенетика – самая сейчас модная и такая бурно развивающаяся, потому что научились выкапывать ДНК, из этих костей выковыривать. Но, правда, самая древняя сейчас ДНК – это порядка двух миллионов лет, и там какие-то фрагментики нуклеотидов, там вообще ни о чём. А такая нормальная ДНК – это вот от неандертальцев и ближе к нам. Но даже на этом небольшом отрезке у нас уже есть сапиенсы, неандертальцы, денисовцы, и все со всеми перемешивались со страшной силой. Ну, про это я ещё потом буду говорить неизбежно, когда до всяких этих товарищей доберёмся. Но там Санта-Барбара вырисовывается такая, как видите, очень богатая, как там кто с кем, да, и в каких процентах. А на самом деле было гораздо больше. То есть эту схемку я вот так нарисовал, а вообще как бы там веточек можно больше нарисовать. А это не Саша знакомого? Да, это он, естественно. Ну, он сапиенс, как бы. Кто-то участвовал во всём? Он не участвовал, но я, как бы, не надо было европеоида, я его влепил. Ну, чё бы ему не быть европеоидом, образцом. А палеоантропология в таком узком смысле этого слова это изучение не вообще древних людей, ну, в широком смысле это так, а в узком смысле это люди современного вида, но жившие недавно. Ну, то есть какой-нибудь там железный век, бронзовый век, там лучше, чтобы жить неолит. И, как ни странно, огромное количество, опять же, сведений по тому, чем они питались, как они, опять же, болели, как они друг с другом общались, чем они занимались, там всякие, ну, опять же, те же палеопатологии показывают, допустим, индивидуальные физические нагрузки, то есть там какие-нибудь кузнецов, стрельцов и прочих, да, там специфические всякие вещи есть. Ну, вот можно из них, опять же, и ДНК доставать, что угодно наверху, для примера, это захоронение времён татаро-монгольского нашествия, которое наши антропологи выкапывали в Ярославле, Суздале, где-то там ещё, ну, вот, и там полнейшая жесть, когда там порубали всё население города, закопали нафиг в яму, и у них там всякие воткнувшиеся наконечники, порубанные саблями, и там полный трэш вообще. Ну, вот, и после этого ещё всякие там прибегают идиоты и рассказывают, что не было никакого нашествия. Ну, вот, было, и просто жуть полная. Ну, вот, ну и тут много, может, таких приколов смотреть. Я вот, например, там смотрел рабов древнегреческих. Не будьте древнегреческими рабами, не советую. Ну, гребцами на галерах, как бы, там очень хреново им было. Так что много всякого интересного выясняется. Всё это дело должно венчаться концепциями, почему это происходило. И с какой бы стати они там слезли с дерева, стали бегать по саванне, взяли в руки орудия, стали там жечь огонь, конкурировать между собой, строить там лоджии в Танзании, да, ездить сюда там на какие-то экскурсии, всякие там экспедиции, вот, с какого бы фига всё это происходило. Вот, и это всё сверху, значит, свенчается вот этими самыми концепциями. А чтобы это делать лучше, есть науки, смежные с антропогенезом. А науки в целом, как всем известно, делятся на науки естественные и противоестественные. Значит, естественные, про генетику я уже говорил, ещё сто раз скажу. Эмбриология тут как бы должна бы работать, но не очень работает, потому что эмбриологов древних нет, а современные её изучать очень сложно у человека. Сравнительно анатомия в широком смысле, это прямо начиная с каких-нибудь этих первых хордовых, там, ланцетников, да, и до нас. Палеонтология, опять же, в широком смысле, как наука не только о динозавриках и древних зверюшках, а об экологии и условиях жизни в древности. Из этого становится понятно, опять же, почему мы там слезли с дерева, а там не остались на этих деревьях, да. То есть, как менялись экосистемы, как там всякие саванны преобразовывались, такие вещи. Геология и куча наукодатирования даёт представление, опять же, об условиях и когда вообще всё это дело происходило. Ну, а из таких наук, как бы, социальных, археология, ну, на самом деле, она должна быть естественной, потому что археология, это, по сути, поведение древних людей. И поэтому это сугубо биологическая наука, только археологи про это не в курсе. Ну, я им пытаюсь рассказать, но они пока ещё не очень, как бы, согласны. Но, по сути, когда мы изучаем поведение птиц-мышей, да, как они там гнёздышки вьют, это поведение. Но когда человек строит здание, это тоже, как бы, поведение. Вот эти поведут гнёздышки, и человек свёл гнёздышко. И в чём, собственно, разница? То биологическое поведение, то биологическое. Поэтому археология, строго говоря, должна быть там, но они ещё пока не в курсе, поэтому пока здесь. Ну, и она тоже масса всего даёт, и мы даже вот в этих местах будем скоро. Этнография то же самое по современности, но стоит такой маленькой поправочкой, что с одной стороны всегда есть такой соблазн представить, что современный какой-нибудь там Масай, это там древний охотник, вот он с копьём в саванне, вот, а при малейшем рассмотрении оказывается, что всё это фигня. Он нифига, во-первых, не охотник, и ничего не древнее, и железное копьё, как бы, да, и вообще, как бы, ничего не городу. И даже если мы возьмём какой-нибудь там пигмея, бушмена, хадзе, которые вот прям кондовые охотники, всё равно у них наконечники металлические, у них луки, да, а там с копьями они там не особо-то и охотятся, и фауна уже вообще не та. И какая-нибудь там зебра, это не мамонт, да, и как бы Африка, это не Северная Евразия. Вот, но, тем не менее, будучи цивилизованными людьми, хоть как-то хочется представить, как оно выглядит вот в живе. И приходится смотреть на австралийских аборигенов, тех же бушменов там у кого-то, ну, хоть первое приближение. Поэтому этнография тоже хороша. Лингвистика тут скорее в обратную сторону, антропологи дают лингвистам больше для понимания того, как, когда и почему мог возникнуть язык, как это технически обеспечивается. Для этого есть Светлана Бурлак. Читаете, книжка называется «Происхождение языка». Психология. Ну, в хорошем варианте психология это просто этология человека. Это вот чем Бутовская занимается. Вот, кстати, будем в Волдувае. Говорят, поскольку имя Бутовская производит магическое впечатление на местных гидов. Там котик? А, нет, ботинок шевелится. Но, я вижу там что-то темное. Но неважно. И говорят, что если в Волдувае сказать там «Марина Бутовская», все говорят «О, Бутововская, я-я». Ну вот, и как бы к вам будет другое отношение, можно проверить будет. Но психологи пока не в курсе. Ну вот, поэтому они что-то свое там такое изобретают, все еще там в каких-то Фромов верят, там всяких Фрейдов местами. Ну вот, но как бы мы работаем над этим. И венчать все должна философия, которая по задумке исходной должна объяснить, нафига все это вообще происходит. Но пока что-то не очень. У философов я даже сам преподавал сколько-то там, пару лет, антропологию, потом они отказались, в этом году должны были снова, но что-то пошло не так. И, короче, они как-то не очень в курсе происходящего. Как правило, когда я вижу построение философов, оказывается, что они просто не знают фактическую базу. То есть они строят какие-то грандиозные концепции, не зная фактажа и не особо как бы интересуясь. Это печально. Но опять же, мы будем работать над этим. Второй большой раздел антропологии это рассоведение. Это изучение о популяционном разнообразии человечества. Опять же, есть масса разделов этой самой рассоведни. И важнейшее это понимание концепции расы и поиска связи, а на самом деле отсутствие связи между расой и этносом. Потому что уже где-то там середины как минимум 20 века нормальным антропологам понятно, что раса это сугубо про биологию и более того, это генетика. То есть это изменчивость генофонда популяций. Причем не по всем параметрам, а именно по тем генетически наследуемым признакам, которые имеют выраженную межпопуляционную изменчивость. Например, ношение одежды это вообще не генетический признак и не биологический. Дырка в ухе от серьги признак биологический, можно там частоты посчитать, но не генетический. Количество голов это и биологический, и генетический, но нет межпопуляционной изменчивости. У всех в среднем одна голова. А вот это количество расово-диагностических признаков, оно на самом деле очень-очень маленькое. Их этих признаков совсем чуть-чуть. Их поиск это такая отдельная стезя. А этнос это параметры социальные сугубо. То есть это опять же пляски-хороводы, песни, одежда, здания, всякая фигня. И самое главное самосознание. То есть кем человек себя определяет, к такому этносу он им принадлежит. И на кратком диапазоне времени расы с этносом могут совпадать в силу большой изоляции, чему примером являются айны. Почему здесь бородатый товарищ представлен? Пока они сидели где-то на курилах в Сахалине и рядом в изоляции, у них была айнская раса, айнский народ, айнский язык, айнская религия, все айнское. Как только с юга прибежали японцы, а с севера приплыли наши, так тут же айны как-то подрассосались. И народ до сих пор есть, а айны уже не те. И язык исчез фактически, культура исчезла, народ сохранился, раса заметно изменилась за несколько поколений буквально. Другой пример это вот эта девушка справа. Но опять же понятно, что здесь разрешение такое не очень, но тем не менее какие у вас предположения, насколько вы видите, кто она такая. О, какие еще варианты? Японка. Ага, отлично. Еще? Я, например, даже не могу с уверенностью сказать, монголоидная. Монголоидная. На Тибет похоже. Тибет. Это русская, образцово-показательная русская, из так называемых затундренных крестьян. Потому что при всяких вот этих Екатеринах и Елизаветах каких-то, не помню. Долганы? Нет, это не Долганы, это русская устья, так называемая, русскоустинцы. Это вот всякие там, где Колома, Индигирка, Лена, что-то там еще там, да, втекает в северный Литвовый океан. Была такая затея затундреть туда крестьян. Ну, сидящие в Петербурге, казалось, классная идея. Мы засели с крестьянами Сибирь, они будут пахать землицу и как бы прирастать, землица будет вообще зашибись. А то, что там тундрой пахать нельзя, ну, в Петербурге было нифига не очевидно. Крестьян затундрили, а вытундрить не вытундрили уже. Они, естественно, тут же все там попереженились, попереходили замуж за аборигенов. Ну, аборигены, это там какие-нибудь эти вены, венки, якуты, там, чукчи, да, юкагеры. Там даже о них больше было. И, соответственно, раса у них поменялась, ну, потому что аборигенов суммарно было в итоге больше, на монголоидную, а культура, язык, вообще все, что угодно, русское самоцзнание тоже русское. Это русские монголоиды. Вот, то есть расовым, ну, практически чистые монголоиды, там, с какой-то примесью европеоидной, но этнос чистокровные русские. Вот, это образцовый пример того, что раса с этносом не имеет вообще ни малейшей связи. И таких примеров, на самом деле, дофига. Ну, это, может, один из самых ярких, потому что это как бы про русских. Вот, ну, если хочется, там еще потом можно фотографии посмотреть, всякие более такие четкие. Значит, для того, чтобы, тем не менее, работать с расами, определяют расовые признаки. Ну, и, как я уже сказал, расовые признаки, по-хорошему, это биологические наследуемые с выраженной межпопуляционной изменчивостью. В идеале, надо смотреть прям напрямую на гены, но генетики не знают, какие гены определяют расу. Вот, поэтому приходится смотреть на фенотип. Тот, который достаточно четко выражен именно генетически. Вот, понятно, что, например, цвет кожи может меняться там из-за загара, ну, поэтому антропологи определяют его подмышкой, где загара меньше всего. Ну, и с цветом кожи, волос, глаз, сейчас генетики еще более-менее разобрались, а вот, скажем, с формой волос не очень, или там с формой челюстей вообще не разобрались. Вот, но рано или поздно, может быть, разберутся. Но выбор расово-диагностических признаков это такая не очень простая задача, но основные, в общем, более-менее понятны. Некоторые признаки не значат вообще ничего, они абсолютно нейтральны. Некоторые же признаки адаптивны. Ну, вот про цвет кожи я уже кому-то два раза тут рассказывал, и даже вот сегодня буквально, допустим, на экваторе выгодно иметь темную кожу, потому что темный пигмент поглощает ультрафиолет и снижает вероятность раковых заболеваний в 10 тысяч раз. А, соответственно, на севере выгодно иметь светлую кожу, потому что некоторое количество ультрафиолета нужно, чтобы в коже вырабатывалось фетамин Д, чтобы кальций усваивался в костях, чтобы не было рахита. И у темнокожих людей на северах вероятность рахита в сотни раз больше, чем у белокожих. Вот, поэтому цвет кожи, он не полезный, не вредный, не такой и не сякой, а в конкретных условиях он может быть полезный, вредный, а может быть и нейтральный. Если это, например, эскимолсы, которые довольно темнокожие, а живут за полярным кругом, и там половину года день, половину ночь, и при этом они всё время ходят в одежде, и в принципе пофигу какого цвета кожа, потому что они весь витамин Д получают из рыбы оленины, а ультрафиолета-то очень много, потому что там шпарит на самом деле моё ультрафиолет летом, ну типа там 2 месяца, а остальное время зима и ночь, и они вообще в чуме ждут, и ждут рассвета. Поэтому цвет кожи может быть и вредным, и полезным, и нейтральным, в зависимости от условий. Мы сейчас в невыгодных местах находимся для нашего цвета, поэтому лучше закрывайтесь максимально, рак кожи можно отхватить. За такой промежуток в 2 недели, конечно, вряд ли, но некоторые умудряются. Тоже можно сказать про форму черепа, допустим, длинный череп меньше нагревается, широкий круглый больше нагревается, это элементарно проверяли, внутрь делается датчик температуры, снаружи греется лампочкой и смотрят, какой череп быстрее нагреется. Ну вот, там форма носа, толщина губ, размеры челюстей, это всё там про терморегуляцию в основном. Вообще в основном мы сделаны, чтобы остывать, а некоторые, чтобы немножко нагреваться, но это на севере. Из всего этого вырисовываются расовые классификации. Есть простые, есть прикольные. Мне больше всего нравится схема Девица, вот эта, которая справа, на которой учтены не только расхождение ветвей, но ещё и схождение ветвей. А схождение было вообще-то чуть ли не больше, нежели расхождение. Вот, и несколько лет я прикалывался над психологами и говорил, что поставлю автомат тому, кто воспроизведёт по памяти эту схему. Как легко можете догадаться, автоматов не было. Вот, ну я им давал контрольные, и всё равно автоматы были. Ну вот, но там пара человек пытались мухлевать, там что-то такое, ну, короче, мухлёж был бы совершенно тупой, как бы, и безынтересный. Вот, но эта схема 58-го, что ли, года, короче, старая явно. Вот, сейчас можно сделать гораздо интереснее. Вот, но у Девица было мало информации, и он был очень бодр. Вот, а сейчас все расслабленные, информации слишком много. Вот, поэтому я пару раз даже начинал что-то такое пытаться нарисовать, но это реально сверхзадача. Вот, ну, рано или поздно я нарисую, но чуть погодя. Ну, в идеале это ещё и 3D, да, должно быть. Вот, но 3D я не умею на компьютере, это, как бы, у меня крыша съедет. Ну, вот. Ну, можно, да, я спознаю туда, это вообще. Вот, но, то есть, это какое-то такое вот чудо-дерево там, да, а-ля там этот, этот молочай вот этот с канделябрами такой. А только ещё заказать сходу. Ещё же и с этими, да, но это вообще там. Вот. Ну, и по этой горизонтали-то там время, на самом деле, будет хронология. Ну, короче, не, я уже говорю, я начинал рисовать. Размер разум. Вот, ну, да, там, ну, там географию ещё как-то надо учесть там разными цветами. Ну, короче, это прикольное занятие, но это чуть погодя, надо отсюда вернуться ещё. Вот, значит, кроме прочего, чудесный такой раздел рассвидения, это откуда эти расы взялись. Они взялись все, понятно дело, из Африки, потом там расселяли всякое разное, смешивались по пути ещё. И тем более прикольно, что расы на каждой конкретной территории ещё потом много раз менялись. То есть даже в условиях дикой изоляции какие-нибудь австралийские аборигены, которые здесь самые левые, вот эти вот, по-моему, черепушка, да, ну, вот, они ещё уже после того, как заселились в Австралию, поменялись в размерах мировой изменчивости. То есть они пришли туда здоровенные, страшные, огроманные, а остальные маленькие, но тоже страшные. Ну, вот, и при этом размерные характеристики у них изменились в масштабе человеческого диапазона, фактически, при полной изоляции, без всяких там митисаций. Ну, вот, это прекрасно. То же самое мы видим и в Африке, и в Европе, и там в Китае, вот справа в китайцы, китайцы, например, и там где угодно ещё. Ну, вот, так что изменения были. И это самая такая сложная тема, потому что как-то исторически так повелось, что многие антропологи изучают совсем древность всяких там пятикантропов, да, кто-то изучает современных людей, а стыка не изучал почти никто. Ну, там, Кун когда-то изучал, и вот я две книжки написал, а как-то особо-то больше никто и не делал. Ну, Бунак что-то такое писал, но не очень много. Ну, вот, а тем более после того, как расы уже более-менее в современном виде возникли, они ещё на месте не остаются, а бегают туда-сюда. И место происхождения рас и место их распространения не совпадают вообще нифига в данный момент. Ну, то есть частично совпадают, но как бы очень частично, потому что все всюду понаезжают. Ну, вот, ну, я, например, да, будучи европеодом, родился в Чите, в Центральной Азии, самое что-то есть. Ну, вот, а живут теперь обратно в Москве. Ну, вот, ну, хотя предков у меня в Москве не было никогда, но неважно. Ну, вот, и народ, короче, тусуется взад-вперёд. Ну, вот здесь половина здесь присутствующих, да, там, родились где-то там, вот сейчас там звучали там на знакомстве, там, в одном месте, да, живут там, бог знает где, вообще на других местах. Вот, и вообще мы сейчас в Танзании на всякий случай, если кто-нибудь в курсе. Вот, так что, короче говоря, вот это распределение, оно, ну, это ещё как бы отдельная тема, на которой ещё пахать и пахать. Эта картинка старая, понятно, там, 80-х какого-то, 100-го года, но с тех пор уже там ещё много раз всё поменялось. Ну, и такое практическое приложение расоведения идеологическое, это борьба с расизмом, потому что расизм — это нехорошо. Ну, расизм — это концепция, согласно которой кто-то лучше, а кто-то хуже. Но хуже и лучше — это не биологическое, не научное понятие. Вот, поэтому уже, как бы, с идеологической позиции это нехорошо, а с научной тоже, вот, потому что на практике никто ни разу не доказал превосходство или там отсталость по интеллектуальному параметру какой-то расы по сравнению с какой-то другой расой. Ну, вот, а чисто экономически тоже это невыгодно, потому что как только где-то начинается расизм, общество начинает пожрать само себя, и ему становится плохо, что мы сейчас, например, США, например, прекрасно видим. Вот, раньше у них был белый расизм, теперь чёрный расизм, как бы шо-то фигня, шо-то фигня, как говорил классик. И в итоге, как бы, ну, нам хорошо, у нас, слава богу, этого почти нет. И очень здорово, что в России, со времён там Богданова и Анучина, портреты, которые, кстати, были, хотя я не сказал про них, у нас не было антропологов-расистов, а на Западе все старые расоведы были расистами по умолчанию. Вот, и поэтому у нас есть расоведение, которое изучает расы научное, а на Западе тоже научное, но у них цель была доказать превосходство, там, белой расы. Вот, и примерно половину истории антропологии, они этим занимались, как бы, старательно. Ну, вот, потом они старательно забивали на расоведение и старались забыть о его существовании вообще и доказать, что рас нету в принципе. Вот, и, короче, в итоге это привело к тому, что на Западе расоведения нету вообще. И у них в голове не помещается, что можно изучать расы, не подразумевая их неравенство. То есть для них эта мысль вообще не существует как таковая. Вот, поэтому на Западе расоведения, по сути, нет. Ну, там, очагами, как там, отдельные какие-то цветочки имеются, да, ну, прямо несколько человек. А у нас есть. Ну, вот я, например, преподаю расоведение. Ну, вот, у нас тоже там пять человек, наверное, соберется, да, но, тем не менее, у нас есть. И мы последний очаг, можно сказать, научного знания про расы человечества и про разнообразие. Вот, а это важно для борьбы с расизмом, потому что, если появляется злой расист, начинает гнать всякую пургурсую расистскую, то, чтобы ему адекватно ответить, надо знать, о чем говоришь. А это знает только расовед, потому что именно он-то знает вообще, что такое расы, да, почему они там отличаются, или чем они отличаются, а чем они не отличаются. Вот, и чтобы нормально отвечать сволочам-расистам, надо быть прошаренным. Вот, для этого есть расоведы. Поэтому расисты и расоведы это два диаметрально противоположных полюса. Вот, и поэтому никогда не произносите слово расология. Вот, чисто лингвистическое, расоведение и расология, ну, оно вроде как одно и то же. Но это два полюса. Расология это псевдонаука, чтобы не говорить, что я расист, да, говорят, я расолог. Но смысл тот же самый. А расовед это прямо обратно, это наука. А расология это идеология, и она не верна. Вот, так что это такая, как бы, вот нагрузка общественная, как бы у расоведов. Так же, как у антропогенеза, есть всяческие смежные науки. Ну, генетика молекулярно понятна, эмбриология чуть менее, как бы, развита, потому что, кто бы эти эмбрионы разных раз изучал. Такая социальная, в большей степени, представлена этнография на первом месте. Потому что, хотя связи между расой и этносом-то нет, но антропологи, приезжая в какую-нибудь там деревню, они приезжают в деревню мордовскую, а не какого-нибудь волговятского типа антропологического. Потому что люди кучкуются по этносам, языкам, там, религии, да, по каким-то социальным вещам, а не по биологическим. И антропологи вынуждены изучать как бы расовые особенности внутри конкретного этноса все равно. Хотя внутри одного этноса может быть много разных рас, внутри одной расы дофига этносов, но изучают-то, тем не менее, группы этносов. Поэтому этнография полезна. Ну и лингвистика тоже, потому что, опять же, люди расселяются все-таки, говоря обычно на одном более-менее языке. И в целом карта лингвистическая с расоветической местами здорово совпадает. Хотя нету генов какого-то языка, понятно, да, но на историческом масштабе корреляция тем не менее есть. Археология – это то, что происхождение рас в древность. Психология – это самое спекулятивное. Различаются ли расы по каким-то там психическим свойствам? Ну, по таким концептуальным не различаются, а по некоторым таки различаются. Ну, только не психологическим, скорее, а таким сугубо биологическим. Ну, например, скорость реакции. Там какой-нибудь тэппинг-тест, когда там квадратик сантиметр на сантиметр, и надо ручкой на скорость понатыкать туда точек. И какие-нибудь эскимосы бьют все рекорды со страшной силой, там, или чупчи. То есть они столько там нафигачатся, сколько ни один европейец жизни не сделает. И скорость реакции, там, еще что-нибудь такое, да. Эти показатели хорошо различаются в разных популяциях. Это объективный факт. Ну, и философия, опять же, должна объяснить чего-то, но, как правило, приходится объяснять философам самим. Третий большой раздел – это возрастная конституциональная. Про нее я знаю меньше всего. Я в жизни никогда особо не занимался. Ну, чуть-чуть совсем. Поэтому я здесь буду совсем краток. Изучает внутри групповую изменчивость. То есть изменчивость конкретного человека на фоне других людей, ну, и даже одного человека на протяжении жизни этого человека. Опять же, есть куча подразделов. Ну, в частности, периодизация антогенеза. Ну, антогенез – это развитие от зачатия до смерти. И с первого взгляда все понятно, вот как у нас на знакомстве, да, там, родился, учился, женился, пока еще не помер. Но на практике у нас нет волшебного момента, когда бы ребенок стал подростком, а подросток – взрослым. Ну, чтобы там часы пробили полуночи, там тыква превратилась в карету, или там наоборот, там у кого как, и там бац, он стал взрослым. Такого нет. Тем более разные части организма по-разному развиваются, с разными скоростями, и у каждого человека еще немножко по-своему, зависимости от миллиона факторов. Поэтому периодизация антогенеза – это такое отдельное искусство. Есть несколько вариантов, как это можно сделать. И все время это приходится рихтовать и подправлять под текущий момент в конкретной данной популяции, что довольно сложно на самом деле. Но в этом большом диапазоне от зачатия до смерти больше всего интересует два отрезка. Ауксология изучает детишек, потому что дети – цветы жизни, они все время болеют. Но если это не массайские дети, которые как бы на вынос, на естественный отбор, то как бы все любят детишек, не хотят, чтобы они подыхали, чтобы они там не болели, все такое. Ну, поэтому желательно бы отследить потенциал возникновения проблем. И строятся ауксологами, и у нас есть институт гигиены специальный, всякие нормативы. Ну, вот вас всех, наверное, в детстве измеряли, взвешивали, что-то такое делали врачи. И в 99% случаев это не имеет никакого смысла, потому что человек просто здоровый, как бы, слава богу. Но в каком-то там доле даже процента это имеет смысл. Потому что если ребенок такого-то возраста, а он там слишком маленький, слишком большой, и там вес у него какой-нибудь не тот, и это еще вроде и не выходит за пределы, но находится уже на пределе, там за три сигма он, допустим, вылетает, то это уже звоночек, может быть, за ним надо повнимательнее последить, там гормоны взять, еще что-нибудь такое, и может быть, через два года он не заболеет. А если мы этого ничего не сделаем, он заболеет. И в советское время это было очень здорово налажено, были там все эти методики развиты, а потом все это довольно сильно подзатухло, то есть антропологи это все знают, а на практике это не особо применяется. Это печально. Но потенциал есть, и, в принципе, по-нормальному это делаться должно. В обратную сторону у нас есть гернатология, это про стариков. Опять же, никто не хочет разваливаться на узкие и подыхать. Ну и старость, не радость, там запчасти отваливаются, все там скрипит, песок сыпется, а все хотят жить вечно. И вот есть такая идея, что ежели мы изучим старческие процессы, то, может быть, мы что-то сделаем, чтобы они не особо нам вредили, но чтобы здоровый-здоровый подох, спокойный, без затей. И тогда будет прекрасно. Так что гернатология тоже рулит. А средний возраст, условно от 20 до 50, или до 45, в принципе, всем по барабану. Потому что он живет, ничего у него там принципиально не меняется, он может не особо жалуется, да и хрен бы с ним. Он здоровый, и ничего особо не происходит. Дефинитивный статус. Но чтобы все это дело отследить, есть такое понятие биологического возраста. Это индивидуальный возраст человека. Например, на детях это лучше видно. Если ребенку, скажем, 10 лет, он может соответствовать показателям 9-летнего ребенка, и тогда он ретардант, он отстает. А может соответствовать уже 11-летнему ребенку, и тогда он акселерат, он обгоняет. Но по разным показателям может быть и то, и другое. Например, я, когда учился в школе, по длине тела, по росту, я был акселерат, я был выше почти всех, кроме одного кого-нибудь. А по массе тела, по ширине плеч, или по развитию мускулатуры, я был ретардант, явно отставал. И по разным параметрам может быть и то, и другое одновременно. А есть разные биологические возрасты, зубной, скелетный, соматический, половой, гормональный, еще какой-нибудь, жировой, допустим. Ну и, соответственно, это все довольно хитро можно высчитывать. И при этом всегда стоит помнить, что акселерация и ретардация это не болезнь, а это как бы два полюса. Это все в пределах нормы. И вот задача как раз отследить эти самые пределы нормы, чтобы их не преодолели. Ну а акселерация и ретардация может выходить из-за предела индивида и выходит на уровень популяций и даже поколений. Когда это происходит между поколениями, вот эти ускорения или замедления, суммарно это называется секулярный тренд. Ну если замедляется, то ретардация опять же, ускоряется акселерация. Но на уровне уже поколений. Например, тут картиночки, да, там в какие-то там 70-е что ли годы, там первая картиночка, и там в какие-то еще там годы, уже там 90-е или даже 2000-е, и вот там видно, что рост увеличился там дофига много. А масса, что характерно, местами упала. Ну тут цифры не очень видно, но неважно. Ну вот, и если это там 20 лет буквально произошло, а если взять интервал там за 150 лет, то в Европе местами размеры тела увеличились там на 15 сантиметров. А 15 сантиметров это разница между европейцами и пигмеями, так на всякий случай. То есть мы по сравнению со своими предками, жившими в начале 19 века, это то же самое, как пигмеи по сравнению с ними вот тогда. Ну то есть они пигмеи по сравнению с нами. А мы вообще мегагиганты. А некоторые вот где-то там на заднем плане даже вообще дофига большие. Так что тут как бы вот эта акселерация идет последние где-то там 150 лет, а вот с 2000-х годов Советский Союз-то кончился, местами пошла ретардация. Ну и она и технически не может до бесконечной акселерации идти. Но это не только в размерах тела сказывается, а там в возрасте полосозревания, там в гормональном фоне, там и много-много в чем еще, и в психологии тоже, что характерно. Но психологию изучать труднее. Вот это полезно отслеживать. Подслеживать это можно с помощью конституционирования и самототипирования. Конституционология это такая немножко философская задача найти идеальное состояние организма. То есть найти какое-то такое сочетание признаков, которое говорит о великом здоровье, о потенциале этого здоровья. Найти такое не получается, потому что задачи каждый раз разные. Но самототипировать это не мешает. У нас есть опять же там диапазон изменчивости по разным показателям, тощие, толстые, средние и так далее. Но для каких-то конкретных задач определенные самототипы оказываются более полезными или менее полезными. Что мы видим на примерах и таких популяционных в географическом масштабе, когда на разных территориях с разным климатом разные самототипы оказываются более адаптивные или менее адаптивные. И на уровне акклиматизации конкретных людей, их изменчивость индивидуальной в конкретных условиях. Или отбора профессионального, например. Ну, скажем, когда исследовали летчиков, полярников в Советском Союзе, они все оказались пикниками. Потому что, когда вы летаете на дырявом кукурузнике над Северным полюсом, и вам там попрыгать, согреться невозможно, а он дырявый кукурузник, то вы там или тупо замерзнете, или вы должны быть пикником. Ну, а пикник это с повышенным жиротложением. А рабочие наземных специальностей на тех же полярных станциях все атлеты, потому что там надо тяжелые какие-то вещи тягать, и там вот как я, например, бы тупо вымерз бы и сдох. А здоровые выживают. А когда, например, изучали каких-нибудь этих столеваров у мартеновских печей стоящих, они все неожиданно оказались состейниками. И Дерявин, который вот это изучал, вот он рассказывал, мы туда шли, и сейчас говорят, думаем, увидим там чудо богатырей. А нифига, там все стоят, вот типа меня там персонажи, они гораздо более мускулистые, но они тощие, вообще без жира, без малейшего. Вот, и мускулатура очень такая грацильная, то есть она очень мощная, но маленькая. Вот, потому что большая мускулатура выделяет тепло, а мартеновские печи и так непрохладные. Вот, а в холодном цеху там чудо богатыри стоят. Да, потому что они, как бы им ничего не мешает. Вот, или какие-нибудь там женщины в тепличных хозяйствах в Подмосковье, в Люберцах, оказались все сплошь астыничками. Туда идут все подряд, да, но выживают там только астынички, а остальные тут позаболевают и сваливают, и увольняются. Потому что там тропические условия, вот как здесь, да, вечная баня. И, ну, даже еще хуже, потому что там еще и влажность 100% в парнике. Вот, и выживают только астынические. Вот, так что, в принципе, на профессиях это иногда бывает так мега видно. Ну, и на популяциях тоже. Вот у нас есть там набор этих адаптивных типов. Тропический, аридный, высокогорный, умеренный, континентальный, арктический, наверняка там еще несколько, но это самоизученное. И также это здорово видно на примере спортсменов. Спортивная антропология это дисциплина, подразумевающая как бы потенциал выведения сверхлюдей. Ну, что-то такое на грани уже с Евгеникой. То есть задача такая разработать супер-пупер-гиперметодику, а потом, значит, у нас рождается чувак или чувиха, как вариант. Мы, соответственно, его чудесным образом изучаем и точно знаем, что вот этот вот чувак будет чемпион по боксу, а этот будет прыгун, на 40 метров будет стягать, а этот там будет бегун на короткие дистанции, это на быстрые, на длинные, в смысле, дистанции. Вот. И тогда мы его дрессируем, да, там покупаем ему кроссовки за 100 тысяч долларов, там все дела, там трек ставим, и он нам приносит медальку в зубах. Ну, вот. Но всегда вопрос, как бы, нужно ли это этому ребенку? Вот в этом как бы вечный вопрос. Вот. И тут уже такая этика как бы включается, но спортивные антропологи на это плюют, естественно, потому что они наукой занимаются. Вот. А как бы вот эти эвгенические темы, они как-то так вот как-то запихивают, типа это не про нас. Ну, вот. Но у кого спортивная антропология поставлена хорошо, у того и медалей больше. Это прямо видно вот просто можете взять, посмотреть, кто там больше медалей получал, вы будете знать, у кого хорошие спортивные антропологи. Вот. У нас, кстати, они не такие плохие, на удивление. Да. Вот. И у нас спортивные антропологи очень крутые. У нас вот половина сейчас магистрантов это спортсмены. Вот. Они сами там все какие-то разрядники, чемпионы. Вот. И изучают такие же, как они сами и себя в том числе. Вот. Буквально сейчас у нас будет защищаться чувак по теннису, по-моему. По-моему, теннисистов изучает. А до этого, допустим, этих скалолазов изучали, разрядников, там еще кого-то такого, там футболистов, там много чего. Из этого даются вот рекомендации. То есть приходит чувак там в секцию, да, и вот мы вот скажем, этот точно нафиг нам не сдался, как бы он нам ничего нет. Вот. А этот будет, да, чемпион. Ну вот. Ну пока до таких волшебных вещей еще не дошло, но в принципе это не такая сложная задача, просто надо много работать и измерять. А что у нас тогда для было? Вот эти две там мужчины и женщины, две дочеки? Это просто представитель разных спортивных этих специальностей. Ну, скажи, они по вертикали вытягиваются, потому что наискосок показывают. А вот я не знаю, я где-то в интернете ее нашел. Вот. Ну она такая гуляет, в принципе, если сзади, то в поиске нормально находится. Она в нескольких версиях есть, он, видимо, там много делал этих фоток. Там есть укороченная версия, где их немного, а тут как бы вот я взял максимальную версию, где их много. Вот. Ну прикольная фотка, там можно долго разглядывать, там по ним видно прямо, кто они такие. Ну там сумоиста вообще без проблем можно узнать. Ну там с велосипедом на плечах, там все дела. Вот. Но, да, для нормальных людей существует медицинская антропология. От медицины отличается тем, что медицина изучает, как починить больного, а медицинская антропология, как сделать, чтобы он не стал больным. То есть, когда изучается здоровый человек, и ему даются рекомендации, как он стал собой здоровым. Например, судя сугубо по физическим признакам, можно рассчитать вероятность диабета второго типа, например, и это даже запатентованно. Лариса Валерьевна Винобец. Вот. А я лично участвовал в разработке методики, как определить вероятность ишемической болезни сердца, опять же, по чисто соматическим признакам. Там размеры, пропорции, жировые складки, и там вероятность предсказания 90 с чем-то процентов. То есть, прямо-таки очень точно можно предсказать. Это очень простая методика, измеряется много людей, дофига, несколько сотен. Берутся карты и смотрятся диагнозы. Сочетается корреляция, как бы вуаля. Ну и там какие-нибудь факторные анализы включаются, но это все не так сложно. Единственная проблема этих методик в том, что их никто нифига не применяет. То есть, разработать-то их даже и не сложно, но врачи слишком заняты уже больными. У них атака очередь в коридоре, если приходит антрополог и говорит, у нас есть чудо-методика, и вы узнаете, как вот люди могут не заболеть с миской болезнью сердцем, он скажет, ну пока они не заболели, мне вообще похрену как бы. Ну вот, ну врач как бы, да, у меня и так больных там дофига. Ну вот, а люди не склонны, опять же, сами следить за здоровьем. Вот, если кому-нибудь сказать, что, чувак, не иди вот на этот завод, ты помрешь 100% через 2 года, вот, он все равно туда попрется и таки подохнет. Вот, так он еще 2 года будет знать, что он подохнет. Вот, а если мы ему не скажем, он 2 года будет счастлив и подохнет. ну как бы разница очевидна. Вот, антропологи-то рассчитать это не проблема, как бы могут, да, но никто это особо не применяет. В принципе, это должно бы применяться в плане государственного прямо вот планирования, и в советское время пытались так делать. То есть, где, например, там больше, там кардиологов, да, в какой район заселить, где больше стоматологов, где больше кого-то еще, вот, ну когда плановая медицина такая нормальная, это работает, это реальная экономия денег бюджетных. Вот, где там больше, там открыть, допустим, там, не знаю, в мединститутах, там отделений, там, таких-то, сяких-то, там и так далее. Вот, но это если делать по уму, а на практике это нигде не делается по уму, и не только у нас в стране, как бы, утешение, это везде такой бардак. Поэтому спортивные, эти, господи, медицинские антропологи есть, они работают, они массу всякого интересного выдают, а потом это лежит и никем не востребовано. Ну вот, нашу статью по этой ишемической болезни, по-моему, не читал, кроме нас, никто. Вот, я даже сам исходник потерял, по-моему, у меня даже и не сохранилось. Но, значит, для еще более нормальных людей есть эргономика. Эргономика это про удобство жизни, как жить хорошо, чтобы вот столики были удобные, чтобы там сидения были удобные, чтобы кнопочки были того размера, там сила нажатия, лампочки там не слишком яркие, не слишком тусклые, там все такое прочее. Опять же, пока в Советском Союзе была промышленность, отдел эргономики в институте антропологии был самым большим отделом вообще в принципе и приносил огромные доходы институту. Потом были 90-е годы, и эргономисты у нас вымерли как факт вообще, как явление природы. То есть у нас курс сейчас читается, но никто это не применяет. Последнее применение было, правда, не так давно, когда разработали стул, и в ютубчике, когда я смотрю, допустим, видюшки, я периодически этот стул вижу, он там вылезает в рекомендациях, это наш антрополог делал, разрабатывал методику. Но масса всего, и тут есть как бы такие нюансы, что с одной стороны можно сделать очень эргономично, а люди не используют, например, что это непривычно. То есть она реально удобнее, как бы спина не будет болеть, но я привык там стоять за станком, а вот сидеть я не привык, и как бы не буду сидеть. Или наоборот. Но бывают положительные примеры. Бывают не очень. Ну вначале не очень, чтобы на плохом не заканчивать. Не очень примеры, это когда, например, тот же Дерябин разрабатывал стандарт для длины коленок, чтобы сделать сидение в самолете. Там Ту-134 какой-то. Они измерили кучу народу, и конструкторам предоставили данные. Значит, вот есть минимум, среднее, максимум. Ну там сигмы, все дела. Вот конструкторы взяли, ясное дело, минимум. За счет чего впихали еще два ряда кресел, и теперь даже средним людям сидеть там неудобно. Коленки упираются. Ну я уже чуть повыше среднее, да, ну по крайней мере там для тех времен-то точно. Вот, и мне нигде неудобно. Но судя по тому, как в Боингах сделано, там у них такая же фигня была. Ну есть, правда, самолеты, вот периодически, я не знаю, какая там марка, летаю, там нормально как бы с ногами. Ну вот, хороший пример. Была, например, такая вьетнамская война. И у американцев были самолеты, у вьетнамцев не было самолетом. Вьетнамцы представляли мы, Миги. Но неожиданно обнаружилась проблема, что когда вьетнамец садится в кресло пилота и пристегивается этими ремнями, он тупо не достает до рычагов, потому что он маленький, потому что он такого роста, а сделано под наш хвань. А даже если этот вьетнамец каким-то чудом дотянется до этого рычага, у него не хватает сил нажать, потому что он всю жизнь жрал только рис, и как бы у него сил тупо не хватает нажать. И наши антропологи срочно поехали в Вьетнам, измерили миллион китайцев, этих вьетнамцев, и эффект налицо. Вы знаете, кто победил в войне. И это положительный пример. Ну и там разрабатывались всякие пульты для управления космическими ракетами, чтобы там лампочки не примелькались, и чтобы кофе не пролить, и не стирать потом с карты Америку. И чтобы там все было нормально, чтобы там случайно не нажать что-нибудь, чтобы там не уронить, чтобы кнопка была защищенная. Ну а там миллион показателей, размеры, жесткость нажатия, яркость света, удобство расположения, чтобы руками дотянуться, ну и опять же, лишнее ничего не сделать. Там это прям целая огромная наука. Но вот сейчас это почти не работает. Ну скажем, в стандартах одежды сейчас это от балды. Ну и вот для меня иногда будет проблемный типа себе размер, потому что не рассчитывают как бы. Хотя я не такого уж прямо нестандартного сложения для современности. Но вот те, кто делают одежду, они не пользуются стандартами современными и не знают. Хотя вот буквально этим летом мне написали какие-то там товарищи, вот мы там какие-то промышленники, у нас вот стала проблема, что мы производим там, я уж не помню ничего, а оно как бы не находит спроса, потому что типа не того там размера опять же. По-моему там тоже про обувь какую-то речь шла. И мы вот здесь пришли к выводу, что наверное надо как бы к контраполгам обратиться. И чуваки прям таки фактически изобрели эргономику. Но я их тут же отправил там к Бужиловой, которая у нас там директора института, и они что-то там и заверте. Но результат пока неизвестен, но там уже умные люди над этим работают. Так что в принципе потребность даже сейчас есть на удивление при всем капитализме. Ну и самая такая уже спекулятивная тема это связь с аматотипом и психотипом. Опять же с психологией, то есть как по внешнему виду человека определить его психические свойства. Или наоборот по психологическому портрету предположить, на что он похож. Пытались это делать френологически, по всяким там пупырышкам на голове, по форме головы, на всяких там маньяках, убийцах и там живодерах, там преступники, там преступные типы характера, на психах, там Кречмир делал, потому что он был директор дурдома, и у него была идея, что сумасшедшие это как бы край изменчивости нормы, а норма это просто как бы ну еще как бы не совсем съехали. Но соответственно он там разработал свою систему, у него допустим шизофреники оказались со стейниками, маниакально-депрессивный психоз пикниками, а норма у него были санитары из тоже дурдома, и они были атлеты само собой. Атлеты это самые нормальные. Ну вот, но при проверке на нормальных выборках, там в десятки тысяч человек, что было сделано, ну Шелдон там вот тоже разрабатывал нужно нормальных людях, у него тоже там корреляция получилась офигенная, но когда стали проверять на десятках тысяч, оказалось, что корреляция правда есть, но она настолько мизерная, что это на индивидуальном уровне не дает никакой предсказательной вообще способности. То есть да, на там 100 тысяч остейников, особо замкнутых каких-то, интровертов, условно говоря, будет правда больше, но там на какие-нибудь 0-2 процента. А возьмя, мы когда берем конкретного остейника, вот меня допустим, по моей остеничности мой психотип предсказать нельзя никак вообще, не получится, потому что факторов слишком много всяких других. Так что, короче, это нифига не работает. Но это не мешает искать эти связи, и в каждом исследовании все равно делаются какие-нибудь корреляции, они все время оказываются нулевыми, но вдруг чего найдем. Рано или поздно все равно какие-то там генетические основы есть, может быть. Ну и, наконец, науки смежные, опять же, эмбриология, генетика, молекулярная медицина, тут все уже понятно с этим. А из таких как бы социальных, психология опять же, социология и экономика выходят тоже на такие первые места, потому что свойства человека в большой-большой степени зависят от его социального, экономического статуса. И наоборот, его социально-экономический статус зависит от его физических свойств. Ну, например, показано, что начальники чаще выше ростом. Это как бы объективный факт. То есть, есть там миллион исключений, но тем не менее, в среднем начальники реально выше подчиненных. Это как бы объективно. Или, например, от образования родителей зависит скорость роста детей и итоговый размер этих самых детей. То есть, понятно, что не сам диплом влияет, но образованные родители лучше кормят, лучше к медицине относятся и так далее. И детишки оказываются здоровее. Но зависит, понятно, от питания, экономики и так далее. Например, когда исследовали детишек Москвы и Подмосковья, то оказалось, что самые преуспевающие детишки на Западе там экологически чистые районы. Там Истра, Звенигород, все дела. Потому что, во-первых, оттуда ветер дует и все горит, сносит. Там заводов никогда не строили особо, потому что, чтобы в Москву не несло. И когда фашисты злые наступали, все развалили, что там вообще минимальное было. А на востоке, где я живу, я живу в городе Железнодорожный, рядом там электроугли, электросталь, там улица Керамическая, ну то есть, понятно, что там творится. И там самая низкая успеваемость школьничков, потому что там мои детишки рассказывают, что у них в школе творится, там даже тесты никакие не надо проводить. Но самая жесть происходит в Капотне, ну если кто не в курсе, это на юго-востоке Москвы есть газоперерабатывающий завод с нефтеперегонной какой-то, с газовым факелом. И там черный снег, все эти радости жизни. И там самый трэш. Но при этом в том же самое исследовании было показано, что если в семье курит хотя бы один родитель, к вопросу о курящих, то это дает такой же негативный эффект на детей, как вот эта самая Капотня. То есть один курящий, причем не важно, где он курит, дома, на балконе, в подъезде, на работе, он эквивалентен нефтеперегонному заводу. А если это курящий родитель в Капотне, то как можете догадаться, это вообще уже Чернобыль фактически. Поэтому, во-первых, не живите в Капотне, а во-вторых, бросайте курить срочно, сегодня желательно. Ну это так, к сведению. И вот таких взаимовлияний на самом деле дофига. Поэтому тут вот и социология, экономика тоже богато как бы срабатывает. Ну и, собственно, на этом я умолкаю. Ну тут это для студентов вообще презентации исходно по этому курсу есть. Но так тоже полезно, там прикинуть, тут не новый список, прямо скажем. Но в целом, как бы, что изучают антропологи? Антропологи изучают всё, что касается человека. Это прекрасно. То есть антропологи это одни из самых универсальных биологов. Потому что антрополог должен знать немножечко геологии. Ну вот я узнаю про вулканы чуть-чуть, про всякую древность, про датировки, хотя бы методы в первом приближении. Про ту же самую ботанику полезно знать, что там австралопитеки жрали, например. Там какую-нибудь зоологию, сравнительную анатомию, генетику, эмбриологию и всё на свете как бы надо знать. То есть понятно, что там всё кое-как, но всё зато про человека. Поэтому все срочно переключируйтесь в антропологи. Мораль простая и очевидна. Собственно, на этом я затыкаюсь. А если есть вопросы, я отвечу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok